Расскажите, что у вас там, 28-го было, да, как там происходили события? Мы должны были, у нас должен был состояться митинг, но оказалось, что на час, на полчаса раньше митинг в этом месте проводят партии регионов. Мы пришли на митинг, посмотрели, что там происходит. А у них было, видимо, разрешение, да, у партии регионов? Да. А у вас? И у нас. А был запрет сюда, может быть, кому-то из? То есть разрешили двум партиям проводить митинг, пожалуйста, да? Хорошо. Мы решили отойти метров так на 300 на 400, и мы ждали Славгородского, Калатского и еще одного журбулиста. А сколько у вас было? Была я, Дима и 13-летняя девочка, сестра Димы. Мы стояли возле буквы ЕМЗ. Дима разговаривал по телефону со Славгородским, а мы с Леркой обсуждали новую жизнь. Понятно. Тут подошли двое таких огромных мужков, очень агрессивно настроенные. Вплотную подошли к Диме, там чуть ли не начали толкаться и сказали, надо поговорить. Я достала камеру, потянула из-за журналистки. Удостоверен. Удостоверен. Сказала, кто такие, я буду это снимать. Один из них, Дмитрий Береков, схватил камеру, начал ее вырывать. А как выглядел? Он был в черных очках, в черной куртке, в джинсах. Ну, светлый, темный. Темные волосы у него и в тормозные плечи. Понятно. Схватил меня за камеру. А, вот просто без слов схватил? Да. А, Дима крикнул, бери от нее руки, и, ну, встал, получается, между мной и Берековым. И Береков несколько раз ударил его в лицо, Диму. А камеру отпустили в этот момент? Нет, по-моему, нет. А кто держал камеру? Ну, этот же и Береков. А как он и держал, и бил? Я не знаю, не помню, если честно. Ну, я помню, что бил Диму, и... Ну, просто одной рукой, получается, он камеру держал, а другой ударил. Вот, потом, ну, Дима или отошел, или я точно не знаю, и этот Береков снова перешел на меня. Схватил меня за шапку, бросил ее в лужу. Потом начал, ну, заломывать мне руки, там, ну, по чуть-чуть так бить. Схватил меня за шею, начал душить, трясти, стягивать... Ну, что-то он говорил, что-то... Стягивать фотоаппарат, нет, мне ничего не говорил. Стягивать фотоаппарат, в итоге... Он... Ой, я слышала, как Дима кричал, убери от нее руки. И слышала, что Диму в этот момент сбили. Ну, получилось так, что мы во время отбора фотоаппарата повернулись ими. И я видела, как белый, двух сторон большой, и Диму с левой руки, ну, в лицо. Дима сталкиваясь спиной, я точно не знаю, когда он был. А потом? А потом, вот, заломал мне руки сзади, он, получается, как-то еще держал меня. Понятно. Это Бирюков, да? Бирюков, да. Он отошел, где-то метров на пять. Я, ну, опустила левую руку, отошел метров на пять. И вот так вот держал фотоаппарат. Я крикнула, отдай камеру, отдайте камеру. Он взял ее, ну, кинул об землю. Я, ну, подбежала, схватила фотоаппарат, начала кричать, что вы наделали. Этот фотоаппарат стоит больше, чем ваше стоя. Если у вас стоит вообще... Бирюков, ну, подбежал ко мне, схватил за горло, начал тушить и трясти. Ну, тут подбежал Дима, оттолкнул Бирюкова. И в этот момент я побежала, в общем, там за углом стояли три мужчины из службы охраны. Я подбежала к ним, спросила, ну, сказала, что там бьют человека, они могут чем-нибудь помочь. Они сказали, нет, мы гражданским, мы чем помочь не можем. Он стоит ДПС. То есть они отказали ее в помощи, да? Да. На перекрестке, получается, в метрах 15 от места драки стоял ДПС-2. Один сидел в машине, один стоял. Я тут подбежала к тому, что стоял, уже Лера была со мной. Я сказала, вы видите, там человека бьют, вы можете хоть чем-то помочь? Он сказал, нет, я ничего не видел, я ничем помочь не могу. Ну, и мы, получается, с Леркой побежали к другому сторону митинга. Там было очень много милиции. Мы, получается, метров двести проезжали. И тут меня остановились вот эти два берегов и перекресту, по-моему. Ну, остановились, встали передо меня, сказали, что я ничего не делала, никому ничего не говорила. Я начала звать милицию. После этого подошел милиционер, который стоял в метрах двух от нас. Начал спрашивать, что случилось. Ну, я начала рассказывать. Уже стал славгородский, не мог уходить. А потом, ну, как вы в милиции вызвали? Я побежала, в общем, у нас же должен был проходить митинг по поводу... А митинг ваш так и не состоялся? Я хотела пройти к микрофону, чтобы сказать по поводу того, что мы хотим разрешение на увеличение выбросов отменить. Вот, назвать. Но меня милиция не пустила в микрофон, несмотря на то, что... А микрофон чей был? Ну, не знаю, он стоял... Понятно. Ну, может быть, это был митинг партии регионов? Да, скорее всего. Понятно. А потом как вызвали милицию? А потом... Ну, потом приехала машина из милиции, точно не знаю, кто ее вызвал. И вы поехали в милицию, да? Да, все вместе поехали. А вы писали заявление? Нет. А почему? Мне милиции сказали, что то, что я давала показания как свидетель, будет пришита к показаниям Димы и... Но вы свидетель его избиения. Но вы же потерпевшая, потому что у вас же фотоаппарат. Мне милиции сказали, что это не имеет смысла, потому что... А кто сказал в милиции? Следователь. Следователь? Который вас опрашивал? Ага. То есть он отговорил вас писать завтра. А потом вот в милиции, как Дмитрий оказался в больнице? Я не знаю, меня отпустили. Я не знаю, меня отпустили. И я с гарантией. А во сколько вы туда прибыли? В три. То есть вы там четыре часа находились, да? Да. Ясно, спасибо.